Несмотря на самый разгар рабочего дня, верующие полевчане нашли время, чтобы прийти в храм и поприсутствовать на службе. После традиционных молитвенных писанопений, исповеди и причастия, настоятель храма отец Илья осветил мед, который принесли сегодня православные. Благослови и освети соты пчел и от них мед, и подашь ему действенную благодать, Почти всех совершенно, да всяк от него вкушающий, приемлющий, едущий, обрящий благополучное здравие. Строение хорошее, хоть мне и говорить не очень-то надо, потому что я причастилась и надо помолчать, но я скажу, это очень добрый, хороший, светлый праздник, медовый спас, все ходят, улыбаются, все друг другу здоровья желают. Дату 14 августа церковь относила к вознесению древа с Животворящим Христом Господним. Чтобы побороть болезни, которые мучили население в прошлые времена, священники пронесли по улицам крест с пригожденным спасителем, позволяя больным к нему прикладываться. Все, кто прикладывались к распятию, становились здоровыми, и эпидемия была побеждена. С этого события начались крестные ходы, и пошло название «Спас» – спасаться. Каждый поход в храм, наверное, дает нам, быть ближе к Богу. Этот день, он в жизни христианина, конечно, весьма значим. И, конечно, какова есть возможность, это пудничный день рабочий, конечно, прийти, помолиться Богу – это великое дело. Вода 14 августа считается главной стихией в этот день. Именно с ней связаны распространенные приметы и поверья, которые подтверждены уже не одним поколением. Люди полагали, что омовение в водоемах уберегают от преждевременной гибели и потери скота. Поэтому сегодняшний крестный ход проходил до ближайшего ключика, который расположен близ Свято-Троицкого храма и носит его название. Ольга Демьянец, Сергей Чужов, Новости 11 канала.